Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, мне для того, чтобы сейчас осознанно говорить о щитовидной железе, нужно перекалечить сознание после лимфом с одного полушария на второе, потому что я абсолютно уверен, что одним полушарием думать и диагностировать ту и другую патологию совершенно невозможно. Когда мы с Анной Сергеевной обсуждали тематику по поводу классификации опухолей щитовидной железы, то понятно, что мы посчитали необходимым внести какую-то свежую мысль, не только анализ того, что из себя представляет новая классификация, но и постараться проанализировать какие-то вещи и их интерпретировать с позиции опыта, который у нас довольно большой, поэтому некоторые вещи, кроме комментариев самой классификации, я позволю себе сделать в ходе этой демонстрации. Вообще все классификации предусматривают определенные совершенно задачи. Первая – это попытка как-то группировать опухоли в какие-то группы, которые нам всем понятны, с высокой воспроизводимостью, и поэтому мы все говорим на одном языке. И вторая, и вообще главная задача любой классификации заключается в отношении к болезням, естественно, заключается в том, что это должно быть полезно для клиники и для конкретного пациента. В противном случае ее смысл теряется, и классификация приобретает некие такие задачи классификации ради классификации. Ну, я не могу не вспомнить Олега Константиновича Хмеллица, Наталью Юрьевну Бомаш, которые, будучи основоположниками отечественной тереопатологии, прожили оба 84 года, и поэтому, если в зале есть те, кто занимается так же, как мы с Александром Юрьевичем, серьезно патологией щитовидной железы, то, в общем, у нас вот примерно такой ресурс, и я на это тоже очень надеюсь. В 2012 году международная общественность была взорвана вот такой довольно симпатичной работой статистической, которую представили корейцы, которые проанализировали, что за последние буквально 10-15 лет катастрофически возросло количество карциномы щитовидной железы, в основном она касалась папиллярной карциномы щитовидной железы, но в этой же таблице летальность от сериоидной карциномы, и она за это время никаким образом не изменилась. Поэтому в клинической среде очень любят показывать этот слайд на предмет того, что это же нужно как-то интерпретировать, нужно сделать какие-то из этого выводы. Ну, я вот для себя сделал следующие выводы. Либо нам не нужно диагностировать их так много, потому что это ни на что не влияет, либо если мы их диагностироваем, нужно принимать какие-то решения, которые будут не вредны для медицинской системы и для пациентов в частности. У нас ситуация несколько поспокойнее, чем в Корее, но действительно тоже за последние десятилетия увеличивается количество. Это, конечно же, не заболеваемость, это выявляемость в связи с тем, что мы довольно агрессивно стали пунктировать щитовидную железу, благо это орган, которые ближе располагаются к врачу, нежели даже шейка матки. Классификация 2014 года, предыдущая, она довольно проста, в основе ее лежит ровно та классификация, которая в свое время была предложена Розае, он один из основоположников ее является. И ясно, что если в щитовидной железе не очень сложной по своему структурному строению есть фолликулярный, фолликулярный, парафолликулярный эпителий, мезонхимальная и лимфоидная ткань, то все опухоли могут формироваться из этих ростков. И в первую очередь это, естественно, касается доброкачественных и злокачественных вариантов опухолей из фолликулярного эпителия. В 2017 году произошла реклассификация, и она случайно, на мой взгляд, совпала как в плане цитологической диагностики, так и гистологической диагностики. И первая сегодня была совершенно замечательно представлена. Все там не так просто, как было представлено на таблицах. И я два слова об этом буквально скажу. Каким образом выглядит классификация сейчас? Она, с одной стороны, не претерпела больших изменений, потому что очень сложно в щитовидной железе существенно поменять классификацию. В этом нет никакого совершенно смысла. Но все-таки некие позиции следует прокомментировать. Это речь идет об опухоли из фолликулярного эпителия. Выделена геленизирующая торбикулярная опухоль, определено ее неопределенный потенциал злокачественности. Так мы не можем до сих пор определиться. Является она условно лоу-злокачественной, слабо-злокачественной, либо она является совсем доброкачественной. Папиллярная карцинома щитовидной железы осталась, но в классификаторе появилось 6 только нозологических подгрупп, которые непонятно по каким причинам. Из тех 15 гистотипов, которые на сегодняшний день существуют, выделены в качестве 6 этих форм. Фолликулярная карцинома, высокодифференцированная, малоинвазивная и широкоинвазивная, дополнилась инкапсулированной ангиоинвазивной вариантом. Выделена была группа гердлеклеточных опухолей. Это тот вопрос, который я задал Александру Юрьевичу. Обосновано это или нет с позицией практического морфолога. Ну и, наконец, появилась целая группа, которая прямо совсем новая, которая совершенно неожиданная. И она неожиданная, я думаю, даже для тех, кто занимается совсем серьезно и давно патологией щитовидной железы, потому что до этой классификации, до 2017 года, мы много говорили о том, что существует какая-то нефт-пи, и сегодня я об этом немного поговорю. Но при этом появились еще две категории из этих неопределенных фолликулярных неоплазий. Классификация патологоанатомическая ТНМ не поменялась. Размеры 2-4 сантиметра для определения стадирования опухоли остались те же самыми, но появились более четко стали понятны термины, связанные с глубиной инвазии, чего раньше не было. Итак, минимальная инвазия, если нам раньше касалось, что любой выход опухоли за пределы капсулы, даже совсем незначительный, является минимальной, то сейчас оказывается, что минимальная инвазия – это прорастание даже до мысц шеи или в перитереоидные мягкие ткани, в том случае, если это не переднее прорастание. Умеренно выраженное прорастание, то, что определяет стадию, это опухоль любого размера, которая врастает в подкожные мягкие ткани, гортань, трахеи, пищевод, возвратный гортанный нерв, и это умеренное поражение. И, наконец, выраженное только то, что относится к прорастанию в предсердную фасцию, либо врастает в сонные артерии, либо в медицинальные сосуды. Все анапластические карциномы, независимо от размеров и распространения, относятся, естественно, к четвертой, и в том случае, если стадии, и в том случае, если не выходят за пределы щитовидной железы, что чрезвычайно редко, это 4А и 4Б, если она за пределами щитовидной железы. Ну вот, я здесь вынес примечание, в щитовидной железе нет категории карциномы ин-ситу по сравнению с карциномами любых других локализаций, и об этом нужно помнить. В отношении лимфодиссекции, изменения в соответствии с этой классификацией ТНМ, нужно понимать, что для того, чтобы произведить это стадирование, нужно, чтобы все лимфатические узлы были промаркированы, и в таком случае мы эту задачу можем выполнить. А этих лимфатических узлов существует группы 1, 2, 3, 4, 6, дельфийские, паратериоидные, предгортанные и так далее. И в зависимости от того, какие поражены, соответственно, мы и определяем или участвуем в классификации по региональному метастазированию. Естественно, все осталось по-прежнему по поводу отдаленных метастазов, есть они или нет. Вопрос, кто вырезает лимфатические узлы, кто их маркирует. Это главная проблема вообще в онкологии, в щитовидной железе. В частности, как правило, нам приходит материал с жировой клетчаткой, с лимфодиссекцией, и мы не знаем не только какие группы, но, соответственно, мы с трудом находим эти лимфатические узлы, а это имеет принципиальное совершенно значение. Ну и вот в этом вот деформированном, правда, лимфатическом узле, вот этот маленький, значит, лимфатический сосуд, в котором совершенно очевидный микрометастаз. И я вас уверяю, что если мы сделали этот разрез двумя слоями ниже, то мы никакого микрометастаза не получили бы. Это очень отрезвляет и иногда как бы помогает нам понимать наше значение, наши возможности. Так вот, для чего это делается? Оказывается, в этой новой классификации стадирование по ТНМ в отношении метастазирования определяется размерами лимфоузлов и их количественной характеристики до двух миллиметров, либо три сантиметра и больше. Ну, три – это легко, соответственно, до двух сантиметров довольно сложно. Это можно найти только с помощью микроскопического исследования. Зачем? Это усложнение нашей с вами морфологической жизни. В 2015 году была предложена вот такая схема некого оценки риска рецидива, то есть оценки прогноза дифференцированной карциномы щитовидной железы, потому что все уже давным-давно поняли, что существует папиллярная карцинома. Это одна нозология, но при этом есть папиллярная карцинома, в которой в Японии не оперируют, и там есть лист ожиданий. Вообще не оперируют пациентов диаметром 2 сантиметра, 3 сантиметра, например. И есть папиллярные карциномы, которые текут чрезвычайно бурно, и это определяется вот этими рисками. Попытка осуществлена Американской теориологической ассоциацией в 2015 году. Вот она такая неравномерная. И высокий, средний риск и низкий риск определяются теми параметрами, о которых я говорил. То есть размеры основного узла до 2 сантиметров, 2-4 сантиметра, и его локализация непосредственно вдоль щитовидной железы, а также количеством маленьких, либо больших метастазов. Говоря о новой классификации, я пойду не от более доброкачественных к менее, более злокачественных, как это в возрастной классификации, а по принципу, что нам более понятно и что более является простым, то есть от простого к сложному, и здесь получается ровно противоположное направление. Итак, анапластическая карцинома щитовидной железы, мы вообще, как правило, в диагностике этой опухоли, ну, как бы и совсем не нужны, потому что она растет на глазах, и если она ассоциируется с щитовидной железой, то, как правило, это именно она и есть. Остались веретиноклеточный, сквамоидный, полиморфно-клеточный вариант, который нужен диагностировать с чем угодно, только не с карциномами, потому что анапластический рак менее всего похож как раз на карциному в обычном понимании этого слова. Существуют редкие формы, рапдоидный, и внесен вновь рапдоидный вариант и малоклеточный вариант, то есть тогда, когда преобладает строма. Внесены новые две формы. Первая – это лимфоэпителиома, подобный вариант карциномы щитовидной железы, и мелкоклеточный возвращен, потому что в 2004 году он был исключен, потому что все мелкоклеточные карциномы, которые до этого в классификациях оценивались, или подавляющее их большинство оказалось неходшкинскими лимфомами, и поэтому эту группу вынесли, подразумевая, что нет, сейчас таких, сейчас опять нашлись какие-то случаи, которые позволили ввести этот мелкоклеточный вариант анапластического рака. Наш опыт – больше 80 случаев анапластических раков, и я думаю, что это очень большой опыт, не только для нашей страны, а вообще ни вот не эту форму, ни эту форму не позволил выделить или даже предположить. Ну, гистологически я уже упомянул, что меньше всего это похоже на какие-то карциномы, все это, естественно, похоже на разные типы сарком, и этот слайд демонстрирует то, что в этих опухолях заложен основной смысл. Когда происходит анаплазия, то утрата вплоть до полной происходит экспрессии того, что специфично для тиреоидного эпителия, к нему относятся тиреоглобулин, ТТФ1, цитокератины любые, HBME, в общем, то, что хоть как-то может показать то, что это является карциномой. Поэтому понятно, что когда речь идет, вот, например, о такой опухоли, и она кроме виментин больше никакая не будет позитивной, то в первую очередь речь идет, наверное, ну, как бы мысль о том, что это является фибросаркомой. В общем, один из вариантов саркома Александр Юрьевич, к сожалению, ушел. У нас есть с ним одно наблюдение, которое из Воронежа, консультативный материал, который я до сих пор классифицирую как анапластическая карцинома, саркомоподобный вариант, а он считает, что это фибросаркома в щитовидной железе, и, в общем, я совершенно не исключаю, что мы оба правы. В отношении медулярной карциномы действительно очень мало что поменялось. Поменялась эпидемиология, потому что если раньше считалось, что это 4-5% от закачественных образований, но от папиллярных раков мы стали выявлять настолько много, что доля медулярной карциномы снизилась ровно в два раза, ничего не происходит, она по-прежнему есть и ровно так же часто встречается. Подтверждено то, что все-таки изредка медулярная карцинома может быть гормонально неактивна, и это нужно, соответственно, помнить. 70% по-прежнему спорадические формы, в 30% выделяется ретмутация, в том числе в рамках синдрома МН2, преимущественно с лимфогеном метастазированием, которое нередко требует не только одной ререзекции, а рерэоперации, а второй, третий, четвертый. У нас есть случаи, когда были проведены от 7 до 10 оперативных вмешательств. Циклеточная карцинома, как правило, определяется в типичной форме, не является большой сложностью ни на цитологическом уровне, ни на гистологическом. Но мы уже с вами навыдумывали один из гистологических типов, это до 2017 года. И в 2017 году мы придумали еще один вариант, он называется еще один мелкоклеточный вариант по отношению к циклеточной карциномии из группы нейроэндокринных. Она называется Юинг-подобная опухоль, потому что позитивная, ФЛАЙ-1, при иммуногистохимическом исследовании. И, наконец, еще появилась мысль, которая, мне кажется, совсем не здравая, и она касается случаев, когда вокруг этого образования образовалась капсула, ну то есть как бы инкапсулированная, и для того, чтобы никого не пугать, кем-то предложено, давайте назовем это циклеточной аденомой. Ну вот я думаю, что это элемент промежуточной классификации, со временем, наверное, термина не будет присутствовать. И здесь мне хотелось бы, наверное, сказать, что в отношении медулярной карциномы иммуногистохимические и иммуноистохимические исследования наиболее оправданы, потому что какова бы ни была гистологическая структура, похожая на фолликулярную нооплазию, позитивный статус нейроэндокринных маркеров и кальцитонинов позволяет избежать неправильных, естественно, гистологических заключений. Это типичный совершенно мелкоклеточный рак, любой совершенно локализации, он был поставлен нами на цитологическом уровне и кальцитонин, хромогранин, позитивный в операционном, соответственно, материале. Кроме того, нужно помнить, что эта гетерогенная группа может встречаться не у разных пациентов, а у одного пациента. Это трехсантиметровый узел 50-летнего мужчину, у которого было пять гистологических разных типов в одном этом образовании. Это я для цитологов. Стоило биопсии попасть, соответственно, сюда, и мы бы, наверное, думали в веретиноклеточной опухоли. Стоило попасть туда, там, где много меланина и нейроэндокринная дифференцировка, мы, наверное, предположили бы, не является ли это метастазом меланомы, и абсолютно оправданно. Фолликулярный тип строения позволил нам бы написать фолликулярную ноэвоплазию, это четвертая группа, естественно. Ну вот еще здесь два других тоже гистотипа, ангиосаркомоподобный, и так называемый тробикулярный. Кроме этого, в отношении циклеточных опухолей проявилась еще одна проблема, связанная вот с чем. В специализированном учреждении, когда пациент приходит, у него назначается лабораторный алгоритм, поэтому он сдает тиреоидные гормоны, и он сразу же сдает парад гормон, и он сразу же сдает кальцитонин в периферической крови для того, чтобы этот эндокринологический статус оценить. И нередко уровень кальцитонина, тем более стимулированного кальцитонина, существенно выше нормы. При этом в щитовидной железе определяется узел, этот узел биопсируется. И в данном случае это клиническое исследование у нас, когда мы поставили фолликулярную опухоль, и хирурги сказали, вау, да нет, конечно, это не видит опухоль фолликулярного строения. Мы же в крови получили большое количество кальцитонина, больше тысячи стимулированного. Поэтому Воробьев говорил, что есть фолликулярный вариант, медулярный карцинома. Это будет медулярный карцинома, фолликулярный вариант. Гистологически фолликулярная эденома, совершенно однозначно, но при этом нужно было объяснить, откуда же гиперкальциемия. Мы взяли всю щитовидную железу и покрасили ее на кальцитонин, определили, что речь идет об очаговой выраженной гиперплазии парафолликулярных клеток. Фолликулярные эденомы – типичные варианты микронорма фолликулярного строения. Из старой классификации нетипичные варианты. И если вы помните, была в этой классификации типичная эденома, и очень часто цитологи пользуются этим совершенно неправильным термином. И на всех форумах, на которых нам приходилось выступать, я был категорически против и говорил, что ни в гистологической, ни в цитологической практике этот термин просто недопустим. И действительно, в 2017 году его не стало, и теперь там те же самые фолликулярные эденомы, но без анаплазии, без АТП. Сама фолликулярная эденома – это больше макроскопический диагноз, чем микроскопический, потому что четкие границы, другой цвет, другая консистенция, и, в общем, очень хорошо, естественно, она стоится вот таким образом. Но я позволил себе взять из последнего руководства 2018 года Розая и Аккермана Сёджикл Патологи то, что представляется Розае как фолликулярная эденома. Ну, во-первых, фолликулы здесь буквально совсем единичные, в основном это солидные больше строения. И вот, если посмотреть, то здесь бесконечное количество клеток, у которых отчетливо совершенно множественные ядерные борозды, лангации. И это папиллярная карцинома, солидный вариант, или солидно-фолликулярный, о чем говорил Александр Юрьевич. Ну, по новой классификации, если там есть капсула, то, наверное, можно это отнести к НИФТПИ, но точно это не фолликулярная эденома в плане демонстрационного примера. Или вот другой пример, опухоль веретиноклеточного строения, ТТФ позитивная, и мы ее много лет назад определили как фолликулярный аденома веретиноклеточный вариант, и он действительно есть такой. Но в новой классификации 2017 года появилась папиллярная карцинома, я об этом два слова буквально скажу, ВВ. ВВ – это не в смысле, что я обращаюсь к Владимиру Владимировичу, или к Владимиру Владимировичу, который, к сожалению, ушел. Это папиллярная карцинома, веретиноклеточный вариант подразумевается. Почему не она? Ну и, наконец, фолликулярная эденома тоже гетерогена, даже в одном совершенно узле. У нее всегда есть капсулы, и поэтому она эденома. У нее микрофолликулярный паттерн, либо солидный. И в некоторых участках строение может существенно меняться с разным количеством мезонхимального компонента и полиморфизма. В конечном итоге могут встречаться в одной этой же опухоли участки солидного веретиноклеточного строения, похожие больше на медулярную карциному, которую я вам совсем недавно показывал. А кроме этого бесконечное количество очагов или участков, которые выраженнейшие плеоморфизм. Ну и никакая, конечно, это не атипическая аденома, это по розае аденома с полиморфизмом ядер, которая демонстрирует степень выраженности анаплазии. Она не онкологическая, она связана с дистрофическим полиморфизмом, примерно как в мышечных узлах шейки тела матки. Фолликулярные карциномы, морфологические критерии не изменились, они были предложены розае довольно давно. Из прошлой классификации малоинвазивные и широкоинвазивные, вы хорошо это все знаете, в новой классификации сосудистая инвазия была полностью выделена, потому что появилась инкапсулированная в воскулярной инвазии высокодифференцированная фолликулярная карцинома. И мне понятен посыл того, кто эту классификацию или эту позицию предложил. Но мне не очень понятно, когда будет 4 или 5 участков широкой инвазии или малой инвазии, а кроме этого будет один маленький очижочек сосудистой инвазии, в который мы случайно воткнулись, мы ее как назовем? Мы ведь эту классификацию придумали, потому что оказывается, комментарии к этой строчке, что они имеют более неблагоприятный прогноз в плане распространения то есть понятно, с какой целью. Но когда мы видим много инвазии и совсем малососудистой инвазии, мы будем с вами не очень понятно, каким образом ее оценивать. Низкодифференцированная карцинома в 2006 году группа морфологов очень известных, одних и тех же в течение последних 20 лет, сидя в Турине, судя по всему, в кафе за чашечкой кофе, придумали, посмотрите, какие критерии низкодифференцированной карциномы. Итак, солидные, тробикулярные, инсулярные, тубулярные. Здесь нам все понятно, да? То есть, то, что не похоже на фолликулы, то, что тенденция к солидизации, хотя я напоминаю, фолликулярная аденома, солидный вариант, имеет место тоже. Второй морфологический феномен, чтобы мы там не нашли цитологических ядерных признаков популярной карциномы. И третий обязательный признак, один из. Либо это повышенная методическая активность, три фигуры в 10 полях зрения, на большом увеличении, либо так называемые перекрученные ядра клеток. Перекрученные ядра клеток. Даже не показываю, потому что времени на это особенно нет. Феномен инвазивности в общем тоже разработан в американском колледже патологии. И в общем сосудистая капсулярная инвазия не вся инвазия, которая нам кажется инвазией. В равной степени это относится к сосудистой инвазии. Вот так это примерно выглядит. Такие вот очень симпатичные шапочки микроинвазии с образованием вторичной капсулы. Именно поэтому Розаев всегда говорил, что когда вы увидели малоинвазивную фолликулярную карцином, это никого не должно напугать, потому что это та же самая фолликулярная аденома с позиции прогноза. И вот если убрать вот эту часть и смотреть только вот это, и вообще убрать капсулу, например, если бы ее не было, то мы вот этот участок даже бы не оценили как аденома. Мы определили бы вероятнее всего ее как аденоматозный узел. Сосудистая инвазия это всегда достоверная только в том случае, если на поверхности определяется четко эндотелий и никак по-другому. Ну и вот то, что я назвал благополучной фолликулярной неоплазией. Нет капсулы, один узел, три узла такие, макрофолликулярное строение, микронорма, то ли гиперпластический узел, то ли аденома, то ли, то ли на самом деле оказалось не то и не то. Оказалось, это сосудистая инвазия за пределами ткани щитовидной железы на поверхности эндотелий, и мы понимаем, что речь идет о фолликулярной карциноме вот с этим риском распространения. Выделена гюртли-клеточная неоплазия. Все привыкли к тому, что гюртли – это огромные клетки, центрально расположенные ядра, обязательно ядрышки, много цитоплазмы, она всегда зеренистая, и зенофильная, и там, и там, я имею в виду в цитологии, и в гистологии, но в атласе розае представлено много других вариантов гюртли-клеточных неоплазий. Гюртли-клеточные неоплазии, у которых мало цитоплазмы, все то же самое, только очень мало цитоплазмы. Гюртли-клеточные, у которой митохондрии, а зернист определяется только этим феноменом, настолько крупны, что она приобретает вид светлых клеток, поэтому все светлоклеточные неоплазии в щитовидной железы являются гюртли-клеточными или не являются. И, наконец, этот слайд не из розае, а наш слайд, вот это какая, неоплазии щитовидной железы, которая больше похожа на персневидные клетки, и вообще это так называемая персневидно-клеточная дифференцировка фолликулярной аденомы, мы покрасили на слизь и получили позитивную окраску, и это описывается, это феномен совершенно известный, никакая, соответственно, не метастаз персневидно-клеточного рака. Гюртли-клеточная опухоль, клетки с явлениями апоптоза, здесь очаг некротизации, потому что эти опухоли очень быстро некротизируют от любого повреждения, и вот эти клетки здесь расположены в капсуле, и мы понимаем, что речь идет о карциноме, и когда мы смотрим на совсем малом увеличении, то мы понимаем, один очаг, второй очаг, третий, четвертый, четыре очага гюртли-клеточной неоплазии друг над другом. И это свидетельство того, что это была в свое время инвазия, и это следует оценивать как гюртли-клеточную карциному. Низкодифференцированная карцинома еще сложнее, потому что, несмотря на то, что у нас есть те критерии, о которых я говорил, торбикулярное строение, цитологическая картинка вот такая, и дифференциальная диагностика здесь чрезвычайно сложна. Является ли это фолликулярный аденом и торбикулярный тип, является ли это б-клеточной папиллярной карцином и солидный вариант, Бог его знает. И здесь, наверное, все-таки иммуногистохимическое исследование, пусть не решающим образом, но полезно. Гемотоксилин демонстрирует вот этот солидный и торбикулярный паттерн. ТТФ утрачивается, это один из феноменов, который нужно использовать для того, чтобы понимать, что она очень далеко от функционирующего нормального тиреоидного эпителия, и точно так же, как теряются признаки цитокератинов. А вот в отношении КИС-67, обратите внимание, одна и та же опухоль. Здесь 10-12% в этой зоне, а вот в этой зоне всего 1%. Это все низкодифференцированные карциномы. Почему так происходит, Бог его знает. Нам, кроме этого, помогают определения других маркеров пролиферативной активности ПИ-27, его появление и утрата ПИ-21, а также появление позитивной реакции при окраске ПИ-53, ну и вот индекс пролиферативной активности действительно больше 10%. Отдельная нозологическая форма, геленизирующая тробикулярная опухоль, она встречается довольно редко, отличается она тем, что она очень похожа на папиллярную карциному, вот с такими совершенно очевидными инвагинатами, и в общем, все геленизирующие тробикулярные опухоли, которые мы поставили в операционном материале, мы верифицировали как папиллярные карциномы цитологические до операции, поэтому в течение очень многих лет у меня сложилось устойчивое впечатление, что это вариант папиллярного рака щитовидной железы, либо должно быть какое-то другое объяснение, почему в фолликулярных неоплазиях нет инвагинатов, которые специфичны для папиллярного рака, а в этом варианте из фолликулярной неоплазии этот феномен довольно распространен, так папиллярная карцинома или нет? Ну, наверное, нет, вот цитология однозначная в пользу того, что это такая карцинома и такая опухоль и гистологическое исследование, где практически в каждой третьей клетке определяется инвагинат, поэтому если мы сейчас в цитологии из 100 клеток в 15, в 20, в 30 видим инвагинаты, мы уже не пишем папиллярные карциномы, естественно, мы пишем цитологическую картину, наиболее вероятно соответствует геленизирующей торбикулярной опухоли. Это я вам рассказал про классификацию, потому что это 2017 год и вот статья, которая вышла буквально совсем недавно в основном журнале мировом «Сайроид», в котором была опубликована работа все тех же авторов и в первую очередь Юрия Никифора о том, что в этой группе определяется мутация ГЛИС, ГЛИС-1 и ГЛИС-3 и все было произведено очень большое исследование 14 ГТО, это геленизирующая торбикулярная опухоль, кроме этого произведено было и полное геномное секвенирование, и рассеквенирование, и исследование транскриптома, и кроме этого таргетное секвенирование в популярных карциномах в общей сложности 700 штук, для того, чтобы выявить, что во всех геленизирующих торбикулярных опухолях был выявлен этот феномен. Драйверных мутаций в отношении папиллярной карциномы не было выявлено вообще, и самое главное, что то, что было в качестве контроля в виде 600-800 исследований бесконечного количества папиллярных раков, ни разу не было выявлено вот это сочетание ПАКС-8 и сочетание ГЛИС-1 и ГЛИС-3. Для обсуждения было выделено следующее, что перестановка, которую я сказал, нарушает регуляцию экспрессии генов, которая в конечном итоге там через несколько механизмов, в том числе с включением субъединиц коллагена четвертого типа, приводит к интенсивной гелинизации. Второе, так как все эти случаи без метастатического поражения, почему бы не называть это ГЛИС-1 ассоциированной гелинизирующей тропикулярной аденомой, ну, для следующей как бы классификации. Ну и, наконец, следующий вопрос для обсуждения в этой же статье, и обращаю на это внимание, опухоли с морфологией, гелинизирующей тропикулярной опухоли, но без ГЛИС, которые являются ГЛИС-негативные, следует считать специфичным вариантом папиллярной карциномы. И здесь я совсем запутался, я вам скажу, потому что мне представляется, так давайте мы все называть их папиллярной карциномой особым типом, но выделять из этой категории, предположим, ПАКС-8, ГЛИС-1, ГЛИС-3 позитивные, потому что у них нет там неблагоприятного прогноза, например, если потом это действительно окажется так. Ну и мы подошли к папиллярной карциномии щитовидной железы, я на ней долго не буду останавливаться, я отмечу то, что придумано на сегодняшний день новой классификации, мы уже придумали 15 гистологических вариантов, за 13 лет, которая была между четвертым и семнадцатым годом, был предложен только один новый вариант, это веретеноклеточный вариант, почему я его раньше и упомянул, и другие редкие описываются в классификации, я предполагал, что там появится микропапиллярный вариант, который Леволси предложила в 2013 году. Это та же самая таблица, но здесь есть красный курсив, потому что Александр Юрьевич об этом говорил, существуют папиллярные карциномы, которые очевидно, как правило, более агрессивны, как правило, очевидно, очень много допусков, потому что такова папиллярная карцинома, и к ним относятся неблагоприятный фолликулярный, диффузный, но не инкапсулированный, высококлеточный, склерозирующий, колонноклеточный, в общем, ровно то, о чем говорил Александр Юрьевич, он туда включил вортин-лайк, у нас много вортин-лайк было карцином, ну, я не знаю, 10, 12, 15, это для этой группы, наверное, очень большая подборка, и у них, ни у одного из них не было агрессивного течения, неблагоприятного в плане распространения как лимфогенного, так и гематогенного, но я предполагаю, после того, как мы, да, вот, в отношении папиллярной карциномы пять картинок, вопрос такой риторический, аудитория, понятно, что говоря о папиллярной карциноме, я поставил пять картинок папиллярного рака, в котором сосочки вот здесь вот угадываются, ну, и вот это вот то, что там гобнайл считается, а вот это вот все, ну, прямо совсем не похоже на папиллярную карциному, на самом деле является такой. В отношении папиллярного рака ему все равно где образовываться, ему при наличии в щитовидной железе любого места с тереоидным эпителем, он там должен, естественно, или может сформировать папиллярную карциному в равной степени вот эта трехсантиметровая фолликулярная аденома, вот она там где-то заканчивается с капсулой, и мы случайно наткнулись в середине на трехмиллиметровое образование, у которого чуть-чуть другая структура. Ну, как бы нужно было написать, что фолликулярная аденома и идти дальше, но наши патологи, кто занимается патологией щитовидной железы, люди чрезвычайно дотошные, и они решили посмотреть на большом увеличении, и нашли здесь довольно большое количество внутриядерных инвагинатов. Это не единичные капсулы нет, и нам понятно, что речь идет, что это популярная микрокарцинома 0,3 см, которая развелась в фолликулярной аденоме. Мы подтвердили это иммуногистохимически, потому что вот эта гистология совершенно очевидная, яркая, цитокератин-19 позитивная экспрессия, здесь же HBME, которого нет, соответственно, в фолликулярной аденомике, 67, ему совершенно, он одинаково интенсивен и там, и там, в общем, не имея никакого прогностического значения. Это картинка из атласа Юрия Никифорова, которую он опубликовал в 2014 году. Я думаю, что если бы мы его сейчас спросили, оцениваете вы это как популярную карциному макрофолликулярный вариант или нет, я не знаю, что бы он ответил, потому что это вопрос в аудиторию. Вы здесь видите популярную карциному щитовидной железы. Ну и вот то, о чем я хотел сказать, когда в 2013 году Ли Волси сделала небольшой доклад всего на пяти случаях, что она обращает внимание, что существует микропопиллярный вариант попиллярного рака. И все пять случаев, которые она так категорировала, были с распространенным гематогенным и лимфогенным метастазированием. И она стучалась и говорила, что это очень плохой вариант. И я предполагал, что в 2017 году, когда она произнесла это в 2013 году, это появится в новой классификации. И в этом новом классификации это, к сожалению, не появилось. Но, вернувшись из Торонто, мы нашли все случаи, где есть микропопиллярный компонент и провели молекулярно-генетическое исследование. У нас таких случаев набралось семь. Из этих семи случаев, во всех семи случаев, БРАФ оказалось позитивно. То есть, в общем, какие-то есть очевидные элементы, которые формируют этот признак в качестве прогностически неблагоприятного. А сейчас я нашу с вами аудиторию обращаю к микрофолликулярному типу карциномы любой другой локализации. В легком работает, все совсем плохо, 5% и выше, полная беда. А в яичниковой патологии репродуктивной системы микропопиллярный, если ты нашел, ты его обязан отметить в своем протоколе, потому что это неблагоприятный. И я абсолютно уверен, что вот этот феномен, который устанавливается цитологически чрезвычайно ярко, нужно отмечать в наших протоколах, потому что это очень плохо. До 17-го года кто бы не посмотрел из гистологов вот эту картинку, он бы сказал, что это папиллярная карцинома щитовидной железы, это ровно то, что я показывал у Розая чуть-чуть выше. Но прошло время, мы придумали термин, который называется нефтпи, Александр Юрьевич сказал, как он совсем коряво и длинно переводится на русский язык, потому что нет этого перевода, и мы с вами, я думаю, что так нефтпи будем пользоваться. Какая у меня ассоциация сложилась, когда я начал читать об этом литературу. В общем, вот примерно такая ассоциация. Началось все с чего? Юрий Никифоров в 16-м году дал интервью New York Times и идея была следующим, что врачи реклассифицируют опухоли щитовидной железы, и это не рак щитовидной железы, то с чего я начал, не называть это раком, соответственно, вот эту вот кривую соответственно снизить. И коллектив, которым этим занимался, все лучшие люди, естественно, в мире, тут бесконечное тоже количество, правда, небольшое количество наблюдений, потому что в общей сложности всего 101 и 109, всего 200 случаев. Это первая работа, которая легла в основу аргументации для изменения ВОЗовской классификации под руководством Юрия Никифорова. Два совершенно замечательных патологоэкспертного уровня Балах Зубайр и Вирджиния Леволси, о которых упоминали сегодня уже Александр Юрьевич по отношению к папиллярной карциномии. Но вот этими двумя экспертными специалистами в 2000 году была опубликована совершенно замечательная работа, когда они в ТПИ еще даже никто не думал, она даже не просто не родилась, она даже еще не зачалась. Так вот, они описали, сделали очень интересное описание пяти случаев, которые были расценены в свое время как фолликулярная аденома. Причем очень интересно, в двух случаях это оказалось, сначала был выявлен метастаз в костях, после этого рака щитовидной железы, после этого подошли к щитовидной железе и нашли, да, о, там есть действительно опухоль, ее удалили, и она гистологически оказалась фолликулярной аденомой. А в трех случаях была прооперирована фолликулярная аденома, которая от 7 до 17 лет реализовалась в метастазе в костях. И главная идея этой статьи заключалась в том, что оказывается это не фолликулярная аденома, это инкапсулированная папиллярная карцинома, такой вывод сделали те же самые авторы, которые потом участвовали вот в этом НИФТПИ. Ну и в связи с этим очень интересный, я думаю, пример для тех, кто смотрит щитовидную железу. Итак, это вот неоплазия щитовидной железы, абсолютно равномерный коллоид, чуть больше фолликулы, чуть меньше, все функционирует очень много соответственно вукуолей, на большом увеличении, никакой АТП, никаких метозов, никаких признаков непопиллярной карциномы, ничего. Мы как ее оцениваем? Дополнительно, тереглобулин, бесконечное количество, циткератин 7, соответственно, тот же, индекс пролиферативной активности 1,2, и то, я, наверное, думаю, что кто-то оценит меньше. Не спрашиваю вас, что это такое, скажу вам это, что это пример метастаза фолликулярной карциномы щитовидной железы, которая 5 сантиметров, которая была прооперирована как саркома ребра. Вот после этого стало ясно, что, наверное, нужно подойти к щитовидной железе и посмотреть там, наверное, опухоль. Совершенно замечательный человек, Вильям Фагуин, который один из идеологов НИФТП, профессор Гарвардского университета, и он, соответственно, разрабатывал вот эти вот критерии, и критерии включения наличия фиброзной капсулы, фолликулярный тип строения, преимущественно демонстрации, по крайней мере, фокусных ядерных характеристик папиллярной карциномы. И я теперь для цитологов опять же возвращаюсь. Если мы цитологически с вами видим, что демонстрируются признаки папиллярной карциномы, мы теперь что делаем? Мы теперь пишем папиллярная карцинома, ставим точку, а дальше пишем может соответствовать в связи с поиском таких-таких-то, вот тому-то, тому-то, в том числе и не в ЦПИ. И я посмотрю на не на вас, а на хирургов, которые получат это заключение, и что они вам выскочут. Критерии исключения понятны инфильтративный рост, солидный тробикулярный альвеолярный компонент, псамомные тельца, наличие некрозов, ну и так далее. Вот так вот совершенно замечательно Вильям Фагуэн улыбался, когда все это продемонстрировал в качестве вот этих вот феноменов, а я все никак не улыбался, потому что мне было непонятно, как мы эту новую классификацию нефт-Пи перенесем в нашу практику, вот, например, в такую. То, что здесь очевидно, до 2017 года мы оценивали как однозначно папиллярная карцинома, фолликулярная, солидная, либо просто солидная, сейчас это пример нефт-Пи, и, соответственно, начали сразу же появляться какие-то работы, которые уже сопровождались ректороспективному анализу. Итак, вот столько времени я уделил вот этой позиции под названием нефт-Пи, и я вас возвращаю к той классификации, с которой я начал, что там, кроме этого, существует еще, вдумайтесь, фолликулярная опухоль с неопределенным потенциалом злокачественности и высокоудифференцированная опухоль с неопределенным потенциалом злокачественности. Итак, классификация ради того, чтобы мы пользовались. Кто-нибудь, поднимите руку, кто пользовался, ладно, не третий, первый, ладно, не первый, второй, третий хотя бы пользуйтесь, да, а первый, второй, вау, я приеду к вам на учебу. Итак, фолликулярная нооплазия с неопределенным потенциалом, это ее дословный перевод, высокоудифференцированная то же самое, и хирурги у вас понимают, что вы пишете, да? Да, действительно. Наверное, в свое время предполагалось, что молекулярная генетика разрешит эти проблемы, как она разрешила их, а как Вадим Валентинович сказал, что не всегда решила, они есть, но мы не знаем, что с ними делать, то ли они диагностические, то ли прогностические, то ли они случайные, то ли они имеют значение, то ли драйверные, то ли какие-то другие, и в части они имеют значение, а в части нет. И понятно, что я здесь примитивная совершенно схема, которая касается мапкиназного пути, биераф-мутации и РАС-мутации, естественно, которые определяют пролиферативную активность у этих клеток. И как только 15-20 лет назад стало ясно, что эти мутации имеют принципиальное значение, сразу появились тесты. Ну зачем же делать семь разных, когда можно сделать панель, ее удешевить, предложить ее в медицинские учреждения, и медицинские учреждения начнут говорить, сделал панель, если мы найдем позитивное, значит, это карцинома, а если не найдем, идея ведь такая была в этой панели, нет, не такая. мы участвовали вот в создании вот этой панели розетта в свое время, небольшой наш вклад в это тоже есть. Ну вот стоимость 3,5, сейчас говорят, благодаря конкуренции этих фирм стало это значительно меньше, 1800-1900, но во всяком случае все равно не для нас. Но в связи с этим я хочу вам показать одну табличку из последнего руководства Psychological Pathology Розая Кермана, которая вышла в 2018 году, она не приехала еще к нам, кроме электронного варианта, я думаю. И вот там есть такая табличка, и она касается опухоли щитовидной железы из фолликулярного эпителия. И нам примерно понятно, что при разных карциномах встречаются какие-то мутации, о которых я только что говорил, которые описаны. Но фолликулярная денома и мутации встречаются в том, что признано на морфологическом и клиническом уровне как фолликулярная денома. Значение с позиции специфичности и чувствительности этих маркеров существенно снижается, и я в этом совершенно убежден, на примере расмутации. Частота встречаемости в аденоме 20-40, в фолликулярной карциноме 30-50, соответственно, в фолликулярном варианте популярной уроке 25-45. Ну, в общем, разницы, соответственно, особой нет. К месту вспомнить в 2014 году представление о том, что фолликулярная карцинома может деново развиваться из стереоидного клетка благодаря ПАКС-8, ППРА и ГАМА. Возвращаемся к этой же таблице. И да, действительно, при фолликулярной карциноме, высоко дифференцированной и фолликулярном варианте популярной карциномы встречается, но эта же позиция встречается и при том, что называется фолликулярная денома. Обе эти позиции входят в тиросек, то есть является двумя из семи маркерных позиций при очень невысокой и чувствительности, и специфичности, на мой взгляд. Ну, и, соответственно, вот эта физиономия из доклада Фагуина самого, он ее интерпретировал каким-то образом, но я ее интерпретирую, нужно задуматься. И вот, посмотрите, задумались корейские исследователи, в 2018 году уже некие провели метаанализ, они взяли почти 5000 популярных карцином, из них нашли фолликулярного строения, так называемый отличный кандидат фолликулярного строения 900, а из них то, что абсолютно соответствует критериям классификации НИФТ-ПИ-102. Результаты следующие, очень длительное наблюдение, что получилось? У 6 из 102 прогрессировала опухоль, у 5 метастазов в лимфоузле, один дистантный метастаз в легкое. Задумываться нужно, потому что здесь очень тактично написано в первом случае, что, наверное, следует продолжать наблюдение в отношении НИФТ-ПИ с позицией злокачественности потенциала этой опухоли. Не вся она доброкачественная. Это первое и второе. Либо уточнять критерии НИФТ-ПИ, потому что получается, что это не всегда доброкачественная опухоль. Ну и последние слайды, которые касаются некой нашей идеи. Вот посмотрите, как выглядит гистологическая линейка диагностических, диагностическая в отношении аденоматозного узла, фолликулярной аденомы, вот этой группы с неопределенным потенциалом, высоко дифференцированных карцином и низко дифференцированной карциномы. Вот то, что я вам показывал в возрастной классификации. Цитологически это выглядит следующим образом. по отношению к каждой из этих групп, первая, вторая, третья и четвертая практически всегда сопровождаются одним и тем же заключением. Либо если ты уверен, то будет B4, если ты не очень уверен, то это будет B3. И никаких других заключений не будет. Но самое интересное, рекомендации хирургические, это БТСД2, это я взял из БТСД2. Геми, если большое образование здесь, геми здесь, геми здесь, и даже геми тогда, когда мы устанавливаем высокодифференцированную карциному, если она не очень больших размеров. Исходя этого, получается, что вот для этих трех позиций вот эта диагностика не имеет принципиального значения с позиции выбора тактики. А кроме этого, мы же понимаем, что существует вот эта серая зона в плане воспроизведения. Кто-то видит аденоматозный зод, кто-то видит уже аденому, кто-то видит аденому, кто-то назвал уже это теми классификациями, где в 62-й больнице пользуется единственное учреждение у нас в стране. Кто-то посчитал, что это уже высокодифференцированная карцинома, и вот этих серых зон, их довольно много. Поэтому я совершенно не исключаю, что возможен вот ровно тот алгоритм, который используется в другой морфологии. Когда мы четко можем определить гистологический тип карцинома, мы ее пишем. Это касается и цитологии тоже. Когда мы понимаем, что речь идет о фолликулярной неоплазии, но мы ее не называем карциномой, они разделяются совсем безопасные лоу-грейд. В равной степени это относится к эндометрию, это относится к шейке матки, это относится по аналогии, я имею в виду, к толстокишечным неоплазиям. И сегодня я услышал, что это касается в том числе и бакалитичный хай-грейд, потому что это хай-грейд. Поэтому не исключено, что вот это идея, которая больше понравится клиницистам для того, чтобы принимать решение о том, каким образом лечить пациентов. Ну и последний слайд. В качестве заключения я позволил себе напомнить принцип Брисдвы Акама. Не нужно выдумывать новых сущностей без особой необходимости. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо огромное, Сергей Леонидович. Есть вопросы в зале у нас? Таня, пожалуйста. Спасибо. Мне кажется, мы не только те люди, которые в 62-й больнице ставим первые три формы в вазовской классификации, но еще те самые люди, которые напрямую общаются с клиницистами. В 62-й больнице это, наверное, первое правило, то есть у нас нет решения единственное морфологическое, которое, вот мы говорим это так и нет. Мы всегда общаемся со своими клиницистами, каждый утренник мы обсуждаем с ними эти важные диагнозы, которые не рутинны и прочее. Эти три случая, они действительно, эти формы, они не рутинны. Второй момент я хочу сказать, что если в патоморфологическом отделении проводится правильно забор, вырезка, маркировка хирургических коров, полный забор опухолевого, узла, много вопросов и эти три формы часто не ставятся. Часто встречается пересмотровый материал, который откровенно, ну, откровенно, но очень плохого качества, который требуется постановке диагноза по трем каким-то фрагментам, в которых такие, в третьей форме мы никогда не ставим по пересмотровому материалу, это касается только того материала, который есть у нас, за который мы отвечаем головой, то, что капсула забрана полностью и если есть подозрение на инвазивный рост за пределы капсулы, мы делаем серию срезов с этого препарата, чтобы достоверно убедиться, есть ли инвазивный рост, не пропущен любой фолликулярный вариант, фолликулярный рак щитовидной железы и прочее, и прочее. Наверное, это основное. Следующее, что касается молекулярно-генетических тестов, да, и зачем они нужны. Да, просто так, если посмотреть на них, они нам не нужны, может быть, даже мешают, но есть предиктивные факторы, а есть прогностические факторы. Мутация БИРАФ это предиктивный фактор, это значит, что пациентам, тема, у которой есть радио-йод-чувствительность, да, и мы можем помочь с назначением ингибиторов БИРАФ-рецепторов и таким образом предотвратить метастатический процесс. Мутация в гене ТЕРТ это прогностический фактор, потому что уже показано, ну, как бы, показано, что он отвечает за агрессивный рост опухоли и за ее метастатические, как бы, за количество метастазов или за потенциал вот этого вот отдаленных метастазирования. Что надо учитывать, что часто мы видим при экстрорганном распространении, опять-таки, при положительном крае резекции? То есть прогностический фактор. Если опухоль остальна, скорее всего, будет, ну, как бы, в этой области рецидив. Все ли мутации надо искать? Я не знаю. Что надо включать в панель? Я думаю, что надо напрямую разговаривать с клиницистами, узнавать у них, какие у них есть опции в данном конкретном учреждении. Если в учреждении нет, убирая ингибиторов. Нет. Второй вариант пациента тоже сам занимается своим случаем не так, как, допустим, в Австрии, когда случаем занимается именно доктор. Если он, как бы, не знает или некомпетентен, то консультацию в другом учреждении оплачет учреждение, в котором этот диагноз не был поставлен. А у нас пациенты находятся в такой позиции, что ты, как бы, он ходит, смыкается от одного учреждения к другому, и если у него, слава богу, есть какие-то деньги, да, или возможность быть включенным в какое-то исследование по тем опухолю, которое у него есть, ну, это уже не касается опухоли щитовидной железы, такие молекулярно-генетические тесты, я думаю, не нужны. Панели должны были быть разработаны с учетом предиктивных и прогностических факторов, а не из биологических интересов, которые вот часто включены туда. Так. Это в качестве, наверное, реплики больше, чем в качестве… Это вопрос был такой, да? Я вопроса не спросила. Нет, просто речь шла о вопросах докладчиков. Ну, вы забираете целиком весь узел, два, правильно же? Что? Узел щитовидной железы, опухоли, целиком же забирается, потому что многие учреждения, ссылаясь на материальный дефицит, говорят, что «а зачем вот нам все брать? А как мы поставим нефт?» Извините, пожалуйста, так, чтобы мы с вами понимали, сколько оперативных вмешательств проводится в 62-й больнице по поводу щитовидной железы? Много. Ну, подскажите, пожалуйста, в течение года. Три в день. Три в день? Три в день. Ну, три в день, 200 рабочих дней, получается 600. Ну, получается, если посчитать. У нас проводится 30 в день, поступает материал из 10 клиник, которые занимаются специализированно патологией щитовидной железы в общей сложности, где-то около 6000 оперативных вмешательств, абсолютно прямая связь со всеми хирургами, поэтому любое наше слово, которое пишется в цитологическом, гистологическом материале, оно обсуждается, и клиницисты об этом знают, и они пока не понимают, в чем плюсы от появления классификации, на которой я остановился, я пока тоже этого не вижу. Кроме этого, я могу вам сказать, еще существует некая экономическая составляющая, и мы должны тоже об этом помнить. Когда речь идет о популярной карциномии, например, то пациенты поступают на хирургическое лечение по квотам, и квота онкологическая, и поэтому когда вы после того, как провели исследование, нашли популярную карциному, но она инкапсулирована, писали не в ТПИ, то страховая компания не перечисляет онкологические квоты вашего медицинского учреждения, не знаю, связаны вы с экономикой или нет, но это очень серьезная проблема, поэтому мы не пишем популярную карциному, когда существует фолликулярная динома, но мы пишем популярную карциному, инкапсулированную, когда речь идет о той патологии, которая укладывается не в ТПИ. Это первое, второе, в отношении Брафа, в отношении целевой терапии, в отношении ТЭРТа, ничего своего, то, что касается молекулярной генетики, я не сказал вообще, это все общие данные, и на сегодняшний день доказанным является прогностическим фактором только одно сочетание молекулярно-генетических элементов, там, или признаков, это сочетание Брафа и ТЭРТа одновременно у одного пациента. Поэтому, наверное, в этом что-то есть, но потребность в этих исследованиях действительно чрезвычайно мала, в силу того, что папиллярная карцинома действительно чрезвычайно индолентна. Я упомянул специально Японию, потому что на сегодняшний день там больше 400 пациентов, которые с узлами до 4 см не аберируются вообще, с узлами папиллярного рака щитовидной железы. Независимо от того, Брафа позитивно, они даже не делают этот признак, потому что в этом это не имеет совершенно никакого значения. Это пациенты, которые находятся под наблюдением. И мало того, почему я предложил отделить на фолликулярную плазию лоу-грейт и хай-грейт, потому что при объеме оперативного вмешательства ведь все речь идет о том, что мы будем делать с пациентом. Хай-грейт, когда нам очень не нравится фолликулярная плазия, гемитиреоидектомия, а когда мы пишем лоу-грейт формально, это все равно гемитиреоидектомия. Но если пациентке 80 лет, ну мы зачем будем ее брать, когда в Японии папиллярную карциному не оперируют, даже в молодом возрасте. Вот идет о чем речь, что мы на дооперационном периоде выделим группу, и если это будет дешево, в том числе и с молекулярно-генетическими маркерами, с их привлечением для того, чтобы понимать, что потенциал у этих опухолей цитология плюс молекулярная генетика, если она будет значимая, отрицательная или такая мало настораживающая, в таком случае мы не будем делать операции вообще и снизим то количество операций, ради чего все это было придумано. Вы очень часто говорите о позитивном крае резекции. Вот из 6 тысяч операций, которые проходят через нас, количество случаев, у которых опухоль выходит за пределы щитовидной железы, составляет меньше 0,5%, 0,5-0,7%. Поэтому это актуально, наверное, актуально, но вот для такого количества пациентов. За пределы щитовидной железы или маркированный хирургический край? Ну, конечно, за пределы щитовидной железы. А какой хирургический край, если щитовидная железа удаляется всегда в пределах капсулы? Хирургический край и капсула железы являются теми элементами, которые исследуются на предмет распространения опухоли? Нет. ПТ-3Б есть такая стадия, вот у вас было написано ПТ-3Б из подразделения на А и на Б стадии, это восьмое UICC, ТНМ, мы работаем уже по ней. Значит, там рассматривается это ПТ-3Б, когда экстраорганное распространение, когда между тканью щитовидной железы и опухолю есть прослойка соединительной ткани, а далее щитовидной железы нет, может быть, жировая ткань, но далее есть еще край, который мы маркируем гистологической краской, жировой. И это для хирургов очень важно, чтобы не оставить, если есть экстраорганное распространение опухоли, именно вот, чтобы ликвидация этой опухоли не пошла по маркированному краю. Это хирургический край. И экстраорганное распространение несколько другое. Правильно? Я прошу прощения, я предлагаю эту дискуссию дальше продолжить в КУАрах. У нас есть еще один вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Я клиницист, гистология имеет посредственное значение, только по телефону, да, спасибо, только по телефону или приличной встрече, когда там маркируем препараты и так далее, и так далее. У меня два вопроса. Первый вопрос по поводу того, когда дают наши гистологи нам опухоль неясного злокачественного потенциала, с неопределенным потенциалом злокачественного. Вот это вот, и когда они говорят, говорят, вы клиницист, вы решаете. То есть, на основании всех предоперационных данных обследований и так далее, и так далее, все остальные методы обследования в условиях нашего учреждения мы не можем себе позволить. Как мы можем, куда пациентов направить? Значит, вот смотрите, какая здесь история. Вот мы должны понимать, что в медицине по поводу нозологических, любых совершенно нозологических форм нужно устанавливать какие-то правила. Эти правила должны функционировать в 62-й больнице, вне онкологии, в нашем центре, где угодно. В противном случае будет полная беда и нам не нужно собираться. И, например, я отвлекусь феохромоцитома. Мы же в свое время, очень длительное время считали, что она, если дает метастазы, она злокачественная. Если она без метастазов, она доброкачественная. Сейчас же ситуация поменялась с 2017 года. И поэтому, даже если мы нашли 5-миллиметровое случайное образование в надпочечнике по названиям феохромоцитома, мы должны определять ее как злокачественной. Это правило, оно сейчас действует, со временем, конечно, оно изменится, но это правило. И в равной степени это касается вашего вопроса. Критериями злокачественности они сегодня определены. Первое, это инвазивный капсулярный при инкапсулированных, либо выход за пределы. Либо самой щитовидной железы, либо сосудистая инвазия, либо верифицированная тканевая гистогенетическая принадлежность в виде медулярной, папиллярной или какой-то. То есть, когда у нас есть верифицирующие характеристики, вот в этой ситуации она будет всегда карцинома. Все остальное, то, что написано с непределенным потенциалом злокачественности сейчас, это мы, морфологи, с вами придумали в качестве некого этапного классификации, потому что с клинической точки зрения клиницист должен понимать, если она инкапсулирована, почему мы ее называем карциномой или с непределенным потенциалом злокачественности, она клинически должна восприниматься как доброкачественной, клиницист ничего не должен решать в этой ситуации. Он, наверное, если вы ему написали, должен оценить это как аденома, потому что нет морфологических признаков злокачественности, пригласить через три месяца выполнить оценку тириоглобулина и понимать, что он рухнул и его прямо совсем нет, а он невысокий, потому что нужно обследовать на предмет того, нет ли метастазов, и тогда этот критерий может поменяться, потому что вдруг возникнут там где-то метастазы, я утрирую, потому что это невозможно, но Леволсе показалось, что возможно и через 17 лет причем возможно. Вот так нужно относиться к фолликулярным неоплазиям, как к доброкачественным опухолям, которые требуют более глубокого мониторинга. Спасибо. У меня второй вопрос, короткий совсем. Вот у вас огромное количество операций проводят, колоссальное количество консультаций проводят макропрепаратов удаленных щитовидных желез. У меня вопрос, как часто вы видите при операции на щитовидной железе в препарате около щитовидной железы? Ну, процентов, наверное, в 20 при тиреоидектомиях мы и при гемитиреоидектомиях мы находим около щитовидную железу. Маленькие дольки, да? Ну, какая разница? Это все равно считается железа. То есть, после окраски мы там видим. Они в капсуле или за пределами капсулы? Нет, они могут быть по-разному. Они могут быть вообще в клетчатке рядом со щитовидной железой, особенно при больших операциях, но, как правило, они прилежат к щитовидной железе и очень редко интертереоидной располагаются. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Да, пожалуйста. Хотела благодарить за очень интересный доклад и маленькое уточнение насчет вырезки. Между ПТ3 и Т4 есть разница распространение в мягкие ткани около щитовидной железы или подкожные. Вот как на этапе вырезки провести дифференцировку тех и других мягких тканей? Или нам клиницисты должны их как-то отдельно присылать? Вообще совсем будет хорошо, если клиницисты будут максимально правильно маркировать материал, который они удаляют, в соответствии с тем, что они идут на операцию осознанно, у них есть некое представление, куда распространяется по дополнительным исследованиям эта опухоль и тогда, когда материал приходит к нам при вот этой неопределенности, то у нас должно быть обязательно промаркирована задняя, например, поверхность и мы понимаем, что ее нужно тщательно исследовать на предмет удаления около щитовидной железы, потому что послеоперационный гипотирез для пациентов это катастрофа и она всегда проявляется буквально через несколько месяцев. Но я не совсем поняла в плане мягких тканей. То есть, если опухоль выходит за пределы щитовидной железы, то есть она может быть как паратиреоидные мягкие ткани, а может быть как подкожные мягкие ткани. Вот разница между именно границей между паратиреоидными и подкожными, вот это меня интересует на этапе вырезки. Но вообще подкожные подразумевается локализацией, в какую сторону растет опухоль. Если опухоль растет в передней поверхности, тогда это будет поражение подкожных мягких тканей. Если опухоль растет в заднюю или боковую поверхность, то речь идет естественно о поражении околотиреоидной ткани. То есть даже если инвазия пошла вперед к коже, буквально на 1 мм или меньше, мы все равно говорим о поражении подкожных мягких тканей. Правильно я понимаю? Нет. Разница? Потому что разница заключается в том, что между щитовидной железой и кожей существует мышечная ткань. И поэтому в том случае, если опухоль распространяется за пределы щитовидной железы и распространяется только до мышечной ткани, это будет минимальная инвазия, куда бы или насколько она не распространилась. В том случае, если она врастает в мышечную ткань или, предположим, ее прорастает, это будет умеренная инвазия, соответственно, с поражением, с таким-то распространением. В таком случае мы имеем право поставить уже до 4А, если есть мышцы. Спасибо. Спасибо огромное. Я думаю, что на сегодня дискуссию можно завершить. Спасибо. 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 Спасибо.